Поселок Кызыл-Сыр Вилюйского Улуса посетила делегация правительства в рамках ежегодных отчетов перед населением. Какая проблема главная в этом поселке, рассказывает Анна Васильева. Поселки Кызыл-Сыр одна из острых проблем социального состояния поселка. За последние годы здесь не был построен ни один многоквартирный дом. Практически все дома стоят с 60-х годов. Многоквартирный дом по улице Ленина 12А 65-го года постройки. И, соответственно, в этом доме нет пригодных условий для нормального существования. И дом перекосился, угол валится уже. Вот донцы нижние, вот все гнилое. Там пальцем ткни. В отоплении обратно забито. Циркуляции в моей квартире совершенно нет. Сейчас собирается нам обрезать газ, сказали, газа не будет. Кызыл-Сырцы хотят, чтобы в ближайшем будущем руководство республики прикладывало всевозможные усилия для того, чтобы каждый житель смог полноценно трудиться во благо нефтегазовой отрасли республики. Так, нас переселили. Куда нас переселили, Николай Григорьевич? Это вы улучшили нам жилье. Я пенсионерка, значит, у меня 25 лет трудового стажа. Меня должны швырять из одной помойки в другую. Сейчас в республике, в том числе и в Илюйском Улусе, по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья намечен год 600 тысяч квадратных метров. К большому сожалению, Кызыл-Сыр в эти квадратные метры не вошел. Но, по словам первого заместителя председателя правительства Якутии, Кызыл-Сыр войдет в республиканскую программу. «Потелок Кызыл-Сыр будет участвовать в реализации второго этапа этой республиканской программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, который мы запустим в 2017 году. Сейчас на федеральном уровне еще нет четких определенностей, как и за счет каких источников будет финансироваться эта программа. Но за счет средств бюджета республики Сахар-Якутия мы будем и в дальнейшем продолжать эту программу. Лишь замечу, что объемы финансирования, конечно, могут быть значительные те показатели, которые мы заложили в текущем году. Это более 6 миллиардов рублей». Строительство жилья для переселения из аварийного фонда – серьезно социально значимая задача. Именно потому новость о том, что в ближайшее будущее будут строиться новые дома по программе переселения, весьма порадовало жителей поселка.